Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Мы знаем, что спасены мы по благодати веры, не от дел. Закон никогда не был дан в качестве инструмента спасения. Но вот библейская истина, которую не обойти. Когда мы изучаем послание к евреям, что мы и делаем сейчас. Мы узнаем что-то. Путь, наилучший путь, чтобы понять, кто есть Мессия, что Он сделал и почему Он это сделал. Каковы последствия Его служения? Это правильное понимание закона Моисея. Это дает нам основание. Это дает нам парадигму для понимания истины. И я хочу начать с того, на чем мы остановились на прошлой неделе. Возьмите свои Библии и посмотрите вместе со мной послание к евреям, девятую главу. Здесь автор показывает что-то. Показывает, почему была необходимость для Мессии умереть, и почему Его кровь так важна. Есть один очень известный учитель Библии, и он не придает должной важности крови Мессии, а только его смерти. Важна ли его смерть? Да, важна. Но также и пролитие крови. Он говорит, что во время жертвоприношения в храме была кровавая резня. Это было все равно, как бойня. Нет, это не так. Понимаете, этот человек не знает, что говорит Библия в книгах закона. Таких книгах, как Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Заклание животных было процессом очень аккуратным. Это не было кровавое место, где варварски убивали животных, как говорит этот человек. Бойня. Утверждать такое, значит говорить ложь. Убивали ли животных? Да, убивали. Но очень аккуратно. Кровь собирали. Иначе говоря, с кровью обращались очень аккуратно. И совершалось это как часть служения. Так что, если вы говорите, что важна лишь смерть Мессии, то вы неверно поняли то, что говорит Тора. Животное должно было умереть. Это результат, последствия греха. Вот о чем говорит смерть. Есть неразрывная связь между смертью и грехом. Мы умираем, потому что мы грешники. Смерть вошла в мир по причине греха. Это одно послание. Но мы хотим видеть искупление. И искупление приходит посредством пролития крови. Так что, если вы слышали, как кто-то говорил такие глупые и небиблейские вещи, как то, что в крови Мессии нет никакой силы, я вам скажу. Есть! В крови Мессии есть сила. Кровь Его — это основа. Она была применена правильным образом в правильном месте. Почему я это говорю? Послушайте еще раз. Бывает много случаев, когда люди берут свои идеи с потолка вместо того, чтобы убедиться в том, что то, чему они учат, библейски основано. Позвольте мне привести пример простой и ясный. Мы несколько недель назад говорили о том, что сделал Яшуа после того, как воскрес из мертвых. Он сказал Марии Магдалине, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Позднее к нему прикасались. Вспомните, что он сказал Фоме, «Прикоснись ко мне, возложи руки твои и почувствуй, и знай, что я не призрак, я реален». А почему произошло изменение? Потому что Мессия вошел в истинный храм на небесах. И что он сделал? Своей собственной кровью, так говорит послание к евреям, «Он очистил все». Чтобы грешный человек смог сделать что? Иметь вечную обитель в Царстве Божьем. И кровь жизненно важна. Она была частью процесса. А почему я это говорю? Что же? Снова посмотрите послание к евреям, девятую главу. И давайте повторим то, о чем мы говорили и чем закончили на прошлой неделе. Посмотрите 22 стих. Здесь говорится, «Да и все почти очищается кровью». Почему? По закону. Кровь — это часть. Есть действенный аспект крови для очищения, для приведения чего-то в статус, в новый статус, в новое состояние, когда оно приемлемо для Бога и может быть использовано им. И это очень ясно. Но когда вы думаете, что сторой закончена, и она больше не имеет значения, мол, не надо ее учить, она не имеет значения, в этом случае вы делаете богословскую ошибку. Еще раз. Да и все почти очищается кровью, по торе. И без пролития крови, очень важно, не только без смерти, но и без пролития крови. «Не бывает» — здесь используется слово «прощение». Вероятно, лучше сказать «отпущение грехов». «Не бывает отпущения грехов» — имеется в виду удаление силы и последствий греха. Делается это только посредством крови. Одной смерти недостаточно. Вот так же и Пасха. Несколько месяцев назад мы праздновали этот важный праздник, и не случайно Мессия умер в Пасху. Помните, Пасха связана со смертью. Пасха — это праздник искупления. И если мы вернемся к книге Исход, то увидим что-то. Да, ангцы должны были умереть. Но когда ангел смерти ходил от дома к дому и заглядывал в каждый из них, смотрел ли Бог на мертвое тело ангца? Нет, не смотрел. Его уже не было. Он смотрел на кровь. Так что, когда кто-то говорит, «Знаете, кровь не важна, это просто метафора смерти», такой человек заблуждается, когда учит этому, поскольку он не знает парадигму Писания для толкования Нового Завета и понимания личности и дела Мессии. Итак, обратите внимание на то, что сказал автор послания. И это связано с тем, что я только что говорил. Теперь посмотрите 23 стих. «Итак», и он использует слово, означающее необходимость, абсолютное требование. И снова 23 стих. «Итак», на основании всего, что он сказал, есть требования, следовательно, это необходимо. Он говорит, «Эти примеры, эти образы дают нам перспективу». Почему? Что же, автор говорит, «Итак, эти примеры, образа Небесного, должны были очищаться сими, самое же Небесное, лучшими сих жертвами». Так о чем он говорит? О поклонении. Если мы говорим об искуплении, о Мессии — Искупитель, мы никогда не сможем переоценить значение слова «искупитель» или «искупление». Только когда мы поймем искупление, мы поймем, кто есть Мессия, что Он сделал для нас, и как мы должны откликнуться на это, дабы угождать Богу. Поэтому автор дает нам парадигму. Мы уже смотрели на прошлой неделе, когда упоминали 24 главу книги «Исход», где приводится цитата, «Как Моисей взял кровь, взял воду, взял другие вещи и окропил книгу и народ». Так и когда вы читаете Писание, «Как Он вошел в святое». Вы видите это в книге «Числа» в 7 главе. Он вошел в святое и покропил кровью на все эти принадлежности, о которых мы говорили 2-3 недели назад. Ковчег завета, минору, стол с клебами предложения, жертвенник для приношения курений. Все эти вещи Он окропил кровью для того, чтобы они были надлежащим образом посвящены для поклонения. И вот это местописание говорит, что точно так же эти принадлежности и сосуды в истинном храме на небесах нуждались в том же самом процессе. Но кровь тельцов и козлов и пепел телицы не были достаточны. Что говорит Писание? Они должны были очиститься лучшей жертвой. Эти вещи. Так какой же результат? Что ж, посмотрите 24 стих. «Ибо Мессия вошел не в рукотворное святилище или храм или святое, но мы обнаруживаем». И здесь автор говорит о земном храме. И он говорит здесь, продолжаем читать в 24 стихе, «эти копии истинных сосудов». Это мы и находим в том здании в Иерусалиме, что стояло там почти 2000 лет назад. Там были копии. Вспомните, что говорит Писание. Моисею было сказано сделать все эти инструменты. На самом деле, Бат Саэл и другие сделали их. А Моисею было дано откровение их образца, что Писание называет «тавнит» — образец, пример того, что он увидел в небесах. Итак, автор говорит, что эти вещи в храме, сделанные руками, были копиями реальных. Но мы видим, что те, что в небесах... Что ж, это нечто большее. И поскольку они в небесах, обратите внимание на то, что говорит Писание. Мы видим, что он, то есть Мессия Иешуа, предстал пред Богом за нас. Он пришел, чтобы очистить, ввести, посвятить эти вещи, чтобы поклонение не осталось только в Иерусалиме. Но так же проникло и в Царство Небесное. Чтобы оно было явлено предживым Богом. Не как парадигма того, что имело место, но как реальное поклонение. Вот что сделал Мессия. Он дал нам способность поклоняться Богу, в то время, как Тора дала нам только образец, и об этом учит нас данное местописание. Теперь посмотрите 25 стих. Мы читаем здесь. «И не для того, чтобы многократно приносить себя». Понимаете? Речь здесь идет о достаточности дела Мессии. Если бы его дело не было более превосходным, то ему пришлось бы приносить себя, как первосвященнику, многократно. Он бы приходил в святое место каждый год с кровью других. Если бы Мессия был не лучше, чем первосвященники из родословной колена Левия, из дома Аарона, если бы это был простой очередной первосвященник из этого чина, то его служение было бы недостаточным, потому что, согласно закону, они должны были делать это каждый год. Имеется в виду, что сделанного первосвященником хватало на будущее только на один год. В таком случае, Мессии бы пришлось сделать это год за годом. Но конструкция здесь говорит, что дело здесь обстоит по-другому. Есть нечто большее, чем это. А что именно? Посмотрите 26 стих. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». Почему так? Но автор говорит, «Он же однажды к концу веков». И это доведение, это слово означает «довести все до совершенства». «Он же однажды, он сделал это один раз, к концу веков явился», означая «совершенство», означая, что в его деле есть последствия для царства. Вот что говорится здесь. И что он сделал? Что ж, посмотрите конец 26 стиха. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Итак, Мессия пришел в этот мир для определенной цели, чтобы принести себя в жертву один раз. Почему один раз? Потому что этого было достаточно. В этом содержалось совершенство. Это была жертва, искупающая навечно. И потому этого не надо было делать снова и снова, как прочие первосвященники. У Мессии превосходнейшее первосвященство. Но тут опять-таки, мы об этом изучали в седьмой главе послания к евреям. Только когда мы поймем левицкое священство и закон, который поместил и уполномочил их на эту позицию, только когда мы сопоставим дело Мессии и Его закон, а о чем мы говорим, сказав Его закон? Мы говорим о Евангелии. И снова хочу вернуться к этому и предупредить. Когда Мессия говорит «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», Он говорит о тех же самых библейских заповедях, но об исполнении их по-новому, более превосходным образом, и это через помазание силу и водительство Духа Святого. Мы, живущие по Духу, исполняем праведность закона. Не букву закона, но цель, Дух закона. Именно об этом Павел и учит в седьмой главе послания к римлянам. Но только когда мы поймем закон, мы станем способны воспринимать, ценить, и с этим знанием правильно откликнуться на это вседостаточное дело Мессии, которым Он приобрел для нас вечное искупление. Так что к концу веков Он принес Себя в жертву однажды для уничтожения грехов жертвою Своей. Вот для чего Он явился. Посмотрите 27 стих. 27 стих говорит об очень важной истине, а именно, что грядет суд. Столь часто люди не хотят изучать, они не хотят слушать послания, не хотят смотреть в лицо тому факту, что наступит день суда. И это очень глупо, потому что то, что вы не хотите о нем думать, не знаете о нем, ничего не хотите о нем слушать, не отменяет реальности этого грядущего дня. И обратите внимание на то, что говорит автор, это обещание Бога. Он говорит об этом очень сильным и ясным языком. Послушайте, что сказано в 27 стихе. «Положено, назначено, повелено». Как бы вы ни переводили это, но это слово означает абсолютность. Бог дал обещание, назначил это, определил. И назначено это каждому человеку. Лично каждому. Писание говорит, что Бог повелел, дабы каждый человек однажды умер. «И наступит день, когда он умрет». И вот я упомянул слово, означающее «раз и навсегда». Я упомянул, что оно имеет вечные последствия. И что за послание здесь? Почему это слово используется здесь? Это уникальное слово. Что ж, ответ очень прост. Потому что автор хочет, чтобы мы понимали, что суд будет, и суд этот имеет вечные последствия. А что это за вечные последствия? Что ж, я думаю, что одно из самых лучших мест для понимания вечности этих последствий — книга Даниила, 12 глава, где говорится о воскресении. Всех. Я задаю людям вопрос, «А все ли воскреснут?» Люди отвечают, «О, нет, только верующие». Но это ложное утверждение. Воскрешен будет каждый, точно так, как каждый умрет. И воскресение приведет людей на суд Божий. Так вот, что Даниил открывает нам. И ту же истину можно увидеть также и в других местах Писания. Человек умирает, а потом суд. И человек будет либо принят Богом, либо отвергнут им. Что говорит Даниил? В 12 главе он говорит, что люди будут воскрешены. Одни — к вечному стыду и смерти, и осуждению. Другие же — к вечной славе, к вечной жизни. Но будет воскресение, и на суде определится, где вы проведете вечность. А суд этот базируется лишь на одной вещи. Мы здесь не говорим о суде по делам. Это другой суд, который тоже произойдет в то же время. Но он основывается на другом наборе критериев. А вот суд, о котором мы говорим, базируется только на одной вещи, а именно, как вы поступили с истинной о Мессии. Приняли ли вы его искупление? Применили ли вы надлежащим образом пролитие его крови как элемент вашего искупления для отпущения, удаления, уничтожения греха? Чтобы Бог принял вас и назвал приемлемым. На самом деле, не только приемлемым, но он будет видеть вас как праведника в его единородном сыне, сыне Божьем, Мессии Иешуа. Почему так? Потому что точно так же, как мои грехи были возложены на Мессию, когда он висел на том древе, в то же самое время мы по вере имеем потенциал, чтобы его праведность, совершенная праведность была вменена нам в момент, когда мы уверовали. Так что Бог уже не видит ни нашу греховность, поскольку за наши грехи было заплачено на кресте, они были ликвидированы, уничтожены. Писание так и говорит, что они были уничтожены. Что же остается? А остается то, что Бог дал нам как дар. И это праведность его сына. Так что, когда произойдет суд, Бог увидит верующего как праведного. Следовательно, очевидно, мы будем приняты. Так что в этом месте Писания, снова посмотрите 27 стих, автор пишет, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Суд Божий реален. Не думайте, что все будут в безопасности, что любовь Божия столь сильна, а прощение настолько охватывает всех, что в конце все будут спасены. Это ложное учение, несущее в себе пренебрежение к кресту. Нет, будет иначе. Если посмотреть в Писание, то там сказано, «Тесны врата, и узок путь, ведущая в жизнь». И немногие находят их. Почему узок? Потому что требует веры, как у ребенка. Требует, чтобы мы в смирении признали свою абсолютную нужду в Божьем прощении и вере в то, что единственный возможный путь через крест. вы хотите сказать, что я настолько нечестив, что Мессии необходимо было умереть ужасной смертью на древе, на кресте, за меня? Да! И если я не готов смирить себя и согласиться с этой истиной, я буду отвергнут, так как отверг Божью благодать, Божье обеспечение для меня. А вы приняли это обеспечение? Вы в смирении признали, что из-за ваших грехов Мессия должен был умереть этой ужасной смертью, перенести это ужасное распятие для того, чтобы вам получить прощение? Снова посмотрите 27 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 28 стих. «Так и Мессия однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих». И не только принеся себя в жертву, но обратите внимание на слово здесь. «Принеся себя в жертву» и дальше фраза «убрать, подъять от нас». И вот какой образный ряд Писание хочет дать нам. Грех всегда давит нас. Это тяжкое бремя на человека. Но когда мы принимаем дар спасения, что делает Мессия? Он убирает с нас бремя. Он снимает с нас бремя греха. И во второй половине 28 стиха мы находим, что Мессия в первый раз пришел с целью решить проблему последствий греха на кресте. Но во второй раз он пришел не для этого. Вот почему в конце 28 стиха сказано. «Во второй раз явится не для очищения греха, не для того, чтобы разбираться с грехом». А почему? Потому что он уже сделал это все и не станет делать этого снова. Во второй раз он явится не для очищения греха, не для того, чтобы решать проблему греха. И мы видим, что они увидят его. Кто увидит? Ожидающие его воспасения. Так позвольте мне задать вам вопрос. А вы ожидаете его возвращения? Вы искренне верите в то, что Мессия вернется, и в то, что вы увидите его, если будете еще живы тогда. Если же вы будете тогда умершим, что ж, вы будете на небесах с ним. И когда он вернется, вы вернетесь с ним, потому что Писание говорит, что он вернется со святыми своими. Небесное воинство святых будет сопровождать его. И так Мессия придет, и он вернется не для очищения греха, не для того, чтобы разбираться с последствиями греха. Он уже сделал это. Он придет для спасения. И вот что я хочу, чтобы вы увидели. Когда слово «спасение», между прочим, на иврите, Новый Завет написан на греческом, но на иврите слово «Ешуа». Имя Иисус — «Ешуа». Так что имя Иисус — это «Ешуа». «Ешуа» — «Еисус». Он дает спасение. Но мы видим близкую взаимосвязь между этими двумя словами. Тот же корень, те же буквы, но только другая грамматическая конструкция того же самого слова. И каждый раз, когда термин «спасение» упоминается в Писании, знаете, что должно приходить вам на ум? Царство Божье. Когда говорится, что во второй раз Мессия прийдет не для очищения греха, но для спасения, то речь идет о результате Его дела. Не только прощения грехов, но для чего Он захотел простить вам грехи. А это для того, чтобы вам быть в вечном царстве. Понимаете, у прощения грехов есть цель. И эта цель всегда подразумевает царство. Так что, если мы будем жить с знанием, что мы были прощены по благодати Божьей, знаете, что это произведет в нашей жизни? Это произведет поведение царства. Мы хотим жить сейчас, как граждане царства Божьего, чтобы, когда вернется Мессия, мы демонстрировали истину царства и были свидетельством реальности царства Божьего. Так позвольте мне спросить вас, когда люди видят вас, когда они смотрят на вашу жизнь, видят ваши решения, приводящие к действиям, видят ли они в вашей жизни посвящение царству? Или нет в вас ничего особенного? Понимаете, через несколько недель мы приступим к изучению 11 главы послания к евреям. И там мы увидим целый список людей, которые были особенными, жили по-другому, которые были странниками и пришельцами в этом мире, поскольку понимали свое небесное призвание, реальность царства, и их жизнь отражала это. Позвольте спросить вас, а ваша жизнь отражает царство? Вы человек, демонстрирующий библейскую истину? Эта истина — предмет страсти в вашей жизни. Позвольте мне сказать вам, что если вы поистине поймете, кто есть Нессия, и что Он сделал для вас, вы будете жить совершенно по-другому. Все ваши взгляды, все цели, настройка ума, все это изменится так, что вы будете согласны с Богом. Так ваша жизнь отражает тот факт, что вы согласны с Богом. Или же вы постоянно молитесь, пытаясь убедить Бога исполнить вашу волю, поскольку вы по какой-то причине в Его воле не заинтересованы. Это постыдная позиция. Давайте же в молитве размышлять о воле Божьей, о Его истине, с тем, чтобы у нас было это праведное желание ходить в послушании. Хочу это подчеркнуть. Ходить в послушании. Да, спасены мы благодатью, но мы должны жить в послушании истине Божьей. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе, и мы приступаем к изучению 10 главы послания к евреям. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.